Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 29 мая, пятница, и мы с вами сравниваем информацию с 27 мая, со средой, когда мы последний раз оглашали с вами цифры. Сначала назову все цифры, а потом мы с вами их обсудим и поймем, что откуда взялось, что откуда вытекает, что мы считаем, а что не считаем. Итак, у нас с нарастающим итогом всего зараженных в городе на сегодняшнее утро 105 больных. И по сравнению с 27 мая, это плюс 7 человек. Это очень много для нас. Тут мы видим, что идет нарастание заболеваемости. Мы о ней поговорим подробнее. Всего 67 выздоровевших за истекших 2 дня, это плюс 4 человека. Это для нас хороший показатель. Итого 105 больных минус 67 выздоровевших на сегодняшний день продолжают болеть 38 человек. Из этих 38 человек госпитализировано 8. Из этих 8, 7 лечатся в отделении нашей клинической больницы 50. Из этих 7, 3 человека средне-тяжелых, остальные легкие. И один лечится в Нижнем Новгороде, в Помце. И он из тяжелых перешел в средне-тяжелые, что тоже нас очень радует. То есть с заболеванием он справляется, идет на поправку. И если так будет, то достаточно скоро вернется к нам сюда в Саров. Плюс к этим больным и выздоровевшим у нас еще на сегодняшний день 57 человек под наблюдением. Это лица, которые находятся на карантине, под постановлением, не имеют права никуда ходить. Таким образом, показатели наши, плюс охват тестирования, забыла сказать, он у нас за последние сутки вышел где-то на уровень 150 анализов в день. И это плюс-минус, в зависимости от необходимости, мы можем иногда чуть добавлять сюда, иногда чуть снижается этот показатель. Но в целом мы на этот уровень уже вышли совершенно четко, причем включая все выходные дни. Сразу хочу сказать отдельное спасибо вообще за геройский труд работников наших лабораторий и Центра гигиены и эпидемиологии, и клинической больницы. Они работают, но просто не покладая рук, невзирая на выходные дни, невзирая на праздничные дни. И все это в режиме, они практически у нас незаменимы, у нас не было такой подготовки, мы не думали никогда, что нам понадобится такое огромное количество специалистов этого профиля в городе. Поэтому их совсем немного, и они работают, работают и работают, никого не напрягая, никому не отказывая. И я лишний раз благодарю их и хочу выделить их труд, и хочу обратиться ко всем горожанам, что когда у вас есть какие-то вопросы по лаборатории, в саму лабораторию, прошу не звонить. Не отвлекайте людей, которые очень сильно заняты и работают день и ночь. Коэффициент распространения заболеваемости у нас растет, никуда не денешься, плюс 7 за 2 дня – это много. Свободный коечный фонд у нас достаточно свободный, 80% коек, которые могут принять ковидных больных, у нас на сегодняшний день свободны. И вне больничной пневмонии, это все, не включая ковидных, у нас падают, и по сравнению со средним многолетними значениями, по-прежнему на 19-20% ниже. Что говорит о том, что у нас нет неучтенных форм ковидных заболеваний. А вот теперь мы эту сводку более подробно разжуем. Для чего? Чтобы, во-первых, понять, что к чему. Ну, во-первых, значит, вот количество сводка дается на утро. Я каждый раз говорю, что это данные на наше утро. Статистика таким образом оформлена, что какое-то принимается какое-то время Че, когда констатируется нужная нам цифра, и ее мы в течение суток продолжаем всем транслировать. Вот 105 больных – это на сегодняшнее утро, на 8 утра. Вот в 8 утра мы зафиксировали цифры, и они идут целый день. А потом в течение дня происходит работа. Мы получаем на утро новые анализы. Вот сегодня я вам уже сказала о героической просто работе лаборатории. Вот сегодня работники лаборатории вернулись домой в 3 часа ночи, закончив работу прошлого дня. К 8 они опять вышли на работу. Соответственно, к 8 утра они нам дали вот эти анализы, которые они ночью закончили. Утром мы начинаем эти анализы отрабатывать. Кто у кого обнаружено, кто эти были лица контактные, новые больные, те, кто приехал в командировку, те, кто уезжает в командировку, те, кто каким-то образом попадает на лечение или оформляется для госпитализирования в иные клиники иных городов. Сюда же есть лица, которые попадают, медицинские работники. То есть огромный круг лиц, которым сделали анализы. Мы начинаем разбираться. Сначала выявляем, кто они, что они, какая у них клиника, готовим по ним донесения. Потом работаем над кругом контактных лиц. В свою очередь, они откуда-то заразились, но и они могли кого-то заразить. Значит, контактные лица, где они проживают, насколько близок их контакт. Работаем с работодателем. Потом постановление вручаем этим людям на карантин. Оговариваем, кого и в какие сроки нужно вывести. Работодатели очень быстро откликаются на наши призывы и быстро проводят эту работу. Затем начинается работа уже по отработке, кого и когда мы возьмем, какие анализы, куда какие передать, какую информацию и так далее. И вот это все заканчивается к текущему дню. И нас спрашивают, а запись мы с вами ведем, вот она, допустим, после обеда или к вечеру появляется моя запись. А к вечеру уже, допустим, известно, и мы отработали еще кого-то больных. И начинается переживание. Вы нам сказали, столько-то больных. На самом деле появился еще такой-то больной, такой-то еще-то больной. Куча переживаний вокруг этого. То ли скрывают, то ли не хотят вовремя говорить, то ли растягивают по дням. Что же они там такой с этой сводкой делают, что у нас опять не бьют никакие цифры. Значит, вот еще раз. Статистика – вещь совершенно четкая, математическая. Вот у нас в 8 утра, на 8 утра количество заболевших, отработанных со всеми своими контактами. И эта цифра у нас во все СМИ пошла. Она у нас пошла в Москву, в Нижний Новгород. Она пошла в Федеральное медико-биологическое агентство, в Росатом. Вам, дорогие зрители, всем она пошла. Одна и та же информация. Не путаемся с ней. Ну и мы, конечно, не проводим репортаж с поля боя. У меня передо мной не стоит задача оповещать вас, что сейчас делается. А что еще сейчас появилось? А час назад? А полчаса назад? У нас не с вами такой задачи. И я считаю, что наши встречи три раза в неделю вообще вполне достаточно. То есть мы имеем просто общую картину, что делается в городе. Значит, не узнали об этом в среду вечером, значит, узнаете в пятницу вечером. Ничего страшного в этом нет. Теперь, кто такие плюс семь человек? Значит, плюс семь человек. Один привозной случай из Нижнего Новгорода. Один привозной случай из города Арзамас. Три привозных случая из Темникова. И два наших доморощенных Саровских. Вот мы можем по отдельности про каждый поговорить. Вот, как правило, близко расположенные города Нижний Новгород, Арзамас. Ну, кстати, Москва сюда часто входит. Это, как правило, привозные случаи не просто из города. Вот не просто человек съездил в Москву и привез оттуда. А это, как правило, либо контакт с конкретным больным в этом городе, либо получение медицинской помощи или каких-то медицинских, иногда диагностических услуг в тех или иных подразделениях. У нас ездят в другие города, чтобы сделать компьютерную томографию. С тем, чтобы получить, допустим, более какую-то детальную расшифровку по каким-то узким специальностям. Заранее люди записывались, заранее договаривались. Это не запрещено законом. Значит, соответственно, они имеют на это право. Ну, что такое они приехали на компьютерную томографию в тот же Арзамас или в Нижний Новгород? Понятно, что туда приехали люди. Компьютерная томография у нас очень часто сейчас получают люди с внебольничными пневмониями именно для того, чтобы именно с помощью компьютерной томографии разделить пневмония у нас в коронавирусной этиологии или этиологии другой. И именно компьютерная томография на сегодняшний день дает самую четкую, самую основательную точку итогового подтверждения, когда уже врачи четко понимают. И даже я вам тоже об этом говорила, что даже если у человека коронавирус не обнаружен в мазочках, но есть компьютерная томография, подтверждающая данную картину внебольничной пневмонии, то этот заболевший идет в статистику COVID-больных. Поэтому сейчас компьютерная томография и обращение за ней в любую клинику любого нашего города, страны, это опасности заражения. И мы реально это видим, что люди, поехав туда, иногда там заражаются. Ну, прям не иногда, а прям очень часто даже будем так говорить. Поэтому я советую, что кто в последующем будет этим пользоваться, пожалуйста, очень защищайте себя всеми средствами индивидуальной защиты с использованием и дистанцированием от других пациентов и так далее, для того, чтобы не заразиться. Ну, вот так. Значит, один Нижний Новгород, один из Арзамаса. Вот таким образом. Двое наших Саровских. Вот двое наших Саровских – это невыясненная для нас пока ситуация. Потому что в обоих случаях заболевшие говорят, что абсолютно ничем не пользовались, никуда не ходят. И единственное, что делают – ездят на дачу на общественном транспорте. Но я предполагаю, что здесь несколько может быть моментов. Во-первых, может быть, это и сам общественный транспорт. От этого мы никуда не уйдем. Если на нас нет хорошо одетой маски и перчаток, то чисто теоретически мы можем заразиться во всех общественных местах, включая общественный транспорт. Второй момент, я думаю, что все равно такого не может быть, чтобы человек не ходил в магазины. Может быть, и магазин тоже с теми же совершенно местами, даже не местами, а факторами передачи. То есть это когда близко люди, если вдруг кто-то рядом оказался больной, если оказалось, что брали общие какие-то предметы, потом на руках осталось, на слизистые попало все то же самое. Ну и я думаю, что на самом деле мало людей, которые хоть и говорят, что ни с кем не общаются, но на самом деле, как потом показывает практика, когда вокруг них начинают заболевать родные и близкие, вдруг выясняется, ах да, помним, помним, неделю-две назад мы недавно вот там встретились, мы что-то сделали. То есть может быть на самом деле и контакт от каких-то людей, с кем встретились. Тем не менее, вот два уже наших саровских. И три у нас привозных из Темникова. Вот на них я остановлюсь немножко поподробнее, потому что это очень показательный пример. Это как раз тот случай, когда у нас заболел сначала, вернее, выявили мы сначала, заболел-то он не первый, выявили мы заболевание у сотрудника одного из подразделений в НИЭФ. И сразу стала масса проблем, вопросов, я бы даже сказала, в некоторых случаях истерика, потому что звонили, нам нужно быстро вот это сделать, нам вот это нужно сделать. Ну, прямо вот свет клином сошелся на именно этом случае, почему-то его больше всего побоялись. На самом деле все сделано понятно, и заболевание тоже понятно, откуда пришло. Значит, работник в НИЭФ на работе был последний день в пятницу, в выходные, поехал в Темников за своими родственниками, за женой и за детьми. И там же у него еще и, значит, старшее поколение родителей живет. Приехав, а может быть и до поездки уже знал, что они уже болеют. То есть он реально приехал забрать из Темникова больную жену с детьми, там же болела и мама. Заразился, приехал в понедельник, не выходя на работу, на следующий день, во вторник вызвал врача. Ему взяли анализ, и вот в анализе обнаружили, что он болен ничем-нибудь, а именно коронавирусом. Потом по контакту с этим сотрудником взяли, соответственно, у жены и у детей. У жены и у ребенка коронавирус выделился сразу и в гораздо больше, это называется вирусная нагрузка, то есть когда больше количества вируса выделяется. И по этому признаку тоже понятно и видно, кто первый заболел, у кого уже больше этого вируса. И по датам, и заболевания, и по количеству выделяемого вируса. И по тому, как это все развивалось, совершенно четко понятно, что заболели первые, вот как раз в Темникове жена, дети, и там еще и мама больная осталась в Темникове. А потом уже, судя по этим же всем показателям, заболел и заразился сотрудник в НЕФ. Очень хорошо, что в пятницу, соответственно, он был еще здоров, а приехав, он на работу уже не вышел. Поэтому он молодец, что на работу не вышел. Сотрудники в НЕФ молодцы, что сразу, ну а вдруг бы это было не так. Поэтому поднялся весь этот шум. Шум вокруг себя сконцентрировал прекрасных организаторов и прекрасную работу. Вообще я хочу сказать, что в НЕФ на сегодняшний день прекрасно отработан алгоритм взаимодействия на всех уровнях для того, чтобы купировать. То есть если бы он был болен, каким образом мы бы это купировали? Вовремя был определен круг, ближний круг контактов по пятнице. Ну а вдруг бы это было не так, да, и он бы заразился раньше и в другом месте. Значит, их обследовали очень быстро, они все оказались отрицательны. Очень быстро были выведены на дистанционную работу лица, которые могли бы быть контактными. Очень быстро были проведены уборки с дезинфицирующими средствами по месту работы. И очень быстро сарафанное радио распространило это по всему в НЕФ. С одной стороны паника, с другой стороны хорошо. Лишний раз боятся, лишний раз, значит, будут предупреждать и, значит, носить средства защиты. Поэтому, значит, те, кто мне уже звонил позже, это уже контактные с этими контактными, люди, работающие на других этажах, люди, просто работающие на одной площадке и так далее, и так далее, я уже всех успокаивала и говорю, что у нас в НЕФ работает абсолютно правильно. Мы четко понимаем, эпидемиологи у нас отрабатывают свою схему, в НЕФ отрабатывает весь круг, плюс еще к нему. Правильно, что некоторых, ну, может быть, кто-то лишний раз на работу не попал в этот день, может быть, кого-то излишне вывели на некоторое время. Но вот эта излишняя работа, она на самом деле направлена на то, чтобы если вдруг ситуация сложилась бы иначе, это бы нам дало купирование вспышки в меньшем коллективе, в меньшем объеме, меньше бы людей пострадало. Ну, вот на сегодняшний день у нас заразился, соответственно, один сотрудник, в свою очередь он заразился от жены и от ребенка, и второй ребенок у них еще пока здоров. Не знаю, смогут ли они его уберечь или он заразится тоже. Вот сразу хочу сказать про детей. У нас все больше появляется детей. И причем они, конечно же, заболевают от своих родителей, конечно же, они заболевают в домашнем очаге, а не где-то от кого-то. И в домашних очагах мы, получается, с вами детей уберечь не можем. На самом деле это возможно. Родители, когда они чем-то болеют, они могут предохранить своих чат и детей. Для этого нужно выполнять все те же самые меры. Значит, нужно маску носить и дома, значит, нужно чаще дома убираться, чаще проветривать, значит, нужно использовать все эти рекомендации, которые им даст педиатр. Я думаю, что не лишний будет к своему педиатру обратиться и посоветоваться, что лучше сделать, и что ребенку в такой ситуации в качестве профилактики попринимать. То есть вот эти меры я просто хочу обратить ваше внимание. И хотя детки у нас все болеют легко и выздоравливают быстро, иммунитет у них хороший, но тем не менее все-таки я считаю, что детей все равно надо беречь. И если бы это срабатывало в семьях, у нас бы не было вот такого количества детей. У нас как семья с детьми, так и обязательно кто-то из детей заболевает. На других территориях я вот такого возражения большого детей не вижу. А потом я еще и вижу, что на детских площадках стали вместе гулять дети. У нас все-таки с уровнем нашего заболевания пока еще, наверное, это мера преждевременная. Ну и раз мы еще пока говорим о статистике, я еще хочу сказать, что у нас, кроме того, в статистику не входят теперь и наши военнослужащие. Я вам рассказывала о нескольких случаях заболеваний военнослужащих. У нас, кстати, из 105 больных, вот нарастающим итогом, всего четверо их было. То есть шума много, на самом деле больных-то немного. Но сейчас нас поправили. И так же, как нас в свое время вывели из статистики Нижегородской области и теперь собирают отдельно статистику по закрытым административно-территориальным образованиям. Прямо отдельной строкой все идет. Вот так же сейчас выделили отдельно статистику по военнослужащим. И мы, начиная с сегодняшнего дня, вот конкретно с сегодняшнего, 29 мая, мы больше не будем давать статистику и в наши цифры не будут входить военнослужащие. Потому что у военнослужащих есть своя санитарная служба, у них есть своя медицинская служба, у них есть внедрены свои формы отчетности. И для того, чтобы опять учета двойного, тройного по территориям не было, мы их отдельно будем учитывать. Мы, конечно, о них знаем, потому что мы им помогаем. Анализы все равно делаются в наших лабораториях. Этих заболевших мы все равно видим. Контакт у нас с медицинской службой, у медицинской службы с нашими медиками налажен. И ковидные койки для них, если что, готовы, если нужно будет, если будет заболевание протекать в той форме, которая потребует госпитализацию. И мы, эпидемиологи, значит, вот нашей сети ФМБА, и эпидемиологи военные тоже очень тесно контактируем. И у нас есть общее понимание у наших оперативных городских штабов, куда обязательно входят и представители нашей городской дивизии. Поэтому у нас понимание общее есть, но статистика пойдет вот теперь двумя разными категориями. Но я думаю, что тут тоже вопрос просто именно статистический. Если мы понимаем, что входит в эти цифры, нам легко понимать, о чем мы говорим. И тут же опять, конечно, вопрос. Проанонсировалась сейчас информация о том, что легкие формы Минздрав предлагает не включать в статистику COVID-19. Вот пока это только разговоры. Если такое будет проведено и принято на уровне оперативного штаба на нашем федеральном уровне российском, если это будет закреплено приказами, то такая норма введена будет. Пока одни только разговоры. На самом деле все территории включают абсолютно все формы, даже вот такие, о которых я сейчас говорю. То есть человек еще, допустим, и не заболел, он контактный, мы его, мазочек у него взяли, он выделяет вирус, мы уже считаем его больным. У него, может, симптомов нет и не будет никогда, но мы его считаем. И поэтому мы видим, что вот из количества всех больных, у нас 105 больных, значит, всего мы посчитали на нашей территории, наших саровчан. А средне-тяжелые у нас были, напоминаю, двое, да, и оба уже теперь, один уже выздоровел совсем, а второй стал средне-тяжелым. Но тем не менее, даже включая двух этих тяжелых и все случаи средне-тяжелых, мы видим, что у нас львиная доля процентов 70 – это легкие формы. Вот если их считать не будут, то я думаю, что статистика, конечно, резко изменится, и она будет нас успокаивать. Но на самом деле, пока мы считаем всех, это дает нам возможность, во-первых, очень многих на нужном нам этапе высадить больных, определить, что они находятся на изоляции, и с ними работать. Ну и по военнослужащим то же самое. Если сами военнослужащие – срочники, то это исключительно работа в воинской части нашей дивизии, их медицинской и санитарной службы. А вот если они контрактники и проживают в наших квартирах, то, конечно же, под наше наблюдение, полностью и лечение, и учет, попадает все их семейное окружение. Все, с кем они живут, с кем они здесь общаются, с кем они в соседях находятся, с кем вместе на дачу ездят, ну и так далее. То есть все наши саровчане, они попадают в статистику нашу. Вот таким образом. Это я вам сейчас объяснила, что у нас со сводкой, какие у нас цифры, кто туда входит, и какие больные к нам добавляются, еще и вот как бы обсудив один случай, который у нас произошел во ВНИЭФ. Он очень показателен, он, с одной стороны, показывает, как хорошо идет работа у нас предупредительного характера, с тем, чтобы вспышка не дала, чтобы не было вспышки, чтобы не было распространения, чтобы в рабочем коллективе не было заражений. С другой стороны, она показывает, что у нас на самом деле есть заболеваемость в Темникове. А вот если мы с вами откроем официальные сайты, то мы увидим, что практически нет заболеваемости ковидной за территорией. А я всегда по долгу своей работы обязана общаться с коллегами с определенных территорий. Значит, мы держим обязательно связь с Роспотребнадзором и Нижегородской области, и Мордовии. Это вот у нас прямо как очень наш, это наша обязанность. И они всегда тоже удивляются. Они, как же у вас привозной из Темникова, если у нас в Темникове нет ни одного больного. Мы им передаем, вот сейчас передали маму этого сотрудника. Они начинают их обследовать. У них, к сожалению, нет своей базы вот в этих маленьких городках. Они отсылают лабораторные обследования в ближайшие большие территориальные такие лабораторные базы. В Саранск, допустим, в крупные города. И в Нижегородской области у нас во многих тоже городах нет собственных лабораторий, которые бы это делали. И да, подтверждают, они говорят, ну да, куда деться. Да, действительно, заболевание есть, коронавирусная инфекция. И пошла цепочка, ее обследуют, да, есть. И так до следующего раза, пока мы им еще кого-нибудь не дадим. И деваться-то некуда. Они первые заболели, а потом уже наши заразились. И Роспотребнадзор признает, что да, у нас была коронавирусная инфекция, просто неучтенная. Мы с учетом малой симптоматики не считали нужным ее обследовать, не знали, что у нас там коронавирусная инфекция. Поэтому вот понимаете как, данные, которые озвучиваются и печатаются на официальных сайтах, они ровно такие же, как наши. Пока лабораторно или компьютерные томографии не подтверждены, они не считаются заболеваниями коронавирусной инфекции. У нас ведь из Дивеево не было ни одного случая заболевания, пока мы первых не начали обследовать в Дивеевском монастыре. А вот как только мы начали обследовать, в Дивеево не просто появилась большая заболеваемость, на карантин закрыли целый населенный пункт. Откуда что взялось, да? Не мы же туда это все завезли. Было признано, проведено расследование. Роспотребнадзор Нижегородской области подтвердил, что да, заболеваемость пошла. Да, ее привезли в праздники паломники из самых на тот момент неблагополучных районов из Москвы и Московской области. Да, первыми заразились те, кто работал. Ордатовский район возьмите. Тоже не было ни одного случая заболевания. И только благодаря тому, что мы начали обследовать тех людей, которые приезжали к нам на работу из Ордатова, а зная, что они в свою очередь общались с теми, кто из Ордатовского района ездил на работу в Дивеевский монастырь, тоже пошла цепочка. И в Ордатове вдруг резко выросла заболеваемость. То есть вот пока нет очагов, которые мы, пользуясь тем, что у нас хорошая лабораторная база, передаем на эти территории, и пока они не начинают их с эпидемиологической точки зрения раскручивать и делать им анализы, у них на территориях заболеваемости нет. Ну, потому что она протекает, напомню, у нас также она протекает, 70% легких форм, а еще и процентов 20, наверное, бессимптомных вообще из них. Поэтому нельзя так сказать, что вот вы нам говорите, что привезли из Арзамаса, из Темникова, из Сатиса, из Алламасова, из Вознесенска, из Нарышкина, а там на самом деле заболеваний нет. Вот я вам докладываю совершенно официально, что везде там есть заболеваемость. И везде сначала она появляется там, а потом ее привозят сюда. И потом мы им передаем, и они вынуждены, сделав анализ, подтвердить, что да, заболеваемость есть, никуда не денешься. Но большая Россия, много населенных пунктов, не везде есть лабораторные базы, не везде работают эпидемиологи. Ну, нет возможности делать это везде и всегда. И поэтому у нас такая видимость легкости, простоты и хорошо. Мы выезжаем, а в Алламасово все прекрасно, маски никто не носит, заболеваний у них там оказывается нет, там все прекрасно. И пошли гулять по гостям, по магазинам, по знакомым. И это сплошь и рядом. Поэтому впереди у нас выходные дни. Опять тот же самый совет. И он обоснован у нас всеми нашими показателями. И он подтверждается и Роспотребнадзором местным. И он всеми объективными показателями подтверждается, что на самом деле во всех близлежащих и окружающих нас районах неблагополучие по коронавирусной инфекции такой же, как у нас. А у некоторых и больше. У кого больше? Больше у Дивеева и теперь уже у Дивеевского района, потому что растащили уже таким же образом по всему району. Уже больше у Ордатовского района. И уже много в Темникове. Вот уже даже потому, что привезено и то, что мы передали в Темников, это уже много в перерасчете на население Темникова, в пересчете на 100 тысяч населения. Поэтому все близлежащие районы, все неблагополучные. И мы везде, если едем самоизолироваться, то едем на дачу, а не в жилые дома к родителям, сестрам, братьям, свахам и прочее. Теперь я еще хочу сказать, что у нас по работе нашей сейчас мы стали обращать все больше внимания на детей. Я вам сказала, что есть больные дети. Значит, раз есть больные дети, мы будем очень внимательно смотреть на контакты, которые у них есть в детских садах. Вот у нас, значит, появляются, я вам просто сам принцип рассказываю. Допустим, появляется Иванов Петя, допустим, заболевший в своем родном семейном очаге от мамы, от папы, там еще от кого-то. Но при этом мы знаем, что он столько-то дней назад посещал садик детский. Поэтому всю группу детского сада мы обязательно будем обследовать. Но не просто обследовать, а сначала мы их всех обязательно высадим на карантин домой. Значит, их родителям, законопредставителям, но, как правило, это мама или папа бывает чаще всего, мы будем выдавать постановление, и ребенок с родителем будет находиться две недели на карантине. Больничный лист будет у родителей, еще раз подчеркиваю этот момент. То есть не по справке, а по больничному листу на карантине. И будем обследовать этих детей. Никуда не денешься. И это опять к вопросу о нашей консолидированной ответственности. Ответственности всех. Значит, если кто-то, где-то с кем-то общается больной, если вы знаете, что вот сейчас выходные впереди, что в выходные ваш ребенок общается с кем-то больным, или в деревню вы его привезли куда-то, он вам вызвал, в деревню вы его пустили, иди, Петенька, погуляй, и пообщайся с местными детишками, ты их давно не видел. Погуляйте, пообщайтесь. Вот, значит, этого Петеньку нельзя в понедельник отводить в садик там. Понимаете? То есть у нас продолжает действовать режим ограничений. С первого этапа мы пока никуда не ушли, из такой заболеваемости, если будет так продолжаться, еще не уйдем долго. Поэтому, значит, еще раз всех предупреждаю, ответственность на родителях лежит. И если у нас таким образом вдруг, это я на будущее, слава богу, пока этого нет, если у нас вдруг начнутся такие передачи, значит, ответственны за это будут родители тех детей, которые отпускают их везде, они гуляют, а потом в садик приводят. Если они у вас такие свободные гуляющие, значит, оставайтесь с ними дома, значит, не отвозите их. И есть подобный вопрос по взрослым. Спрашивают очень много. Тут масса нюансов, но все равно общий принцип. Выезжают. Выезжают в командировку, выезжают в лечебные учреждения, выезжают в магазины, выезжают забрать какие-то документы, что-то отвезти куда-то, где-то что-то оформить, какие-то сделки. Сейчас МФЦ у нас начали работать. Много куда выезжают. Что нужно делать, когда возвращаешься назад? Вот общего понимания такого, чтобы прям разом вам сказать, что нужно делать, такого общего очень мало. Но первое, что нужно сделать, это поставить в известность своего работодателя и нужно позвонить на горячую линию 97777. Там заполняют опросный лист. В ежедневном режиме эти опросные листы попадают нам. Мы выбираем из них наиболее опасных, тех, кого мы считаем, что нужно под постановление на карантин выводить или как минимум обследовать. Для всех остальных, которым мы не позвонили, несмотря на то, что, допустим, информацию передали, человек сидит, никто ему не звонит, никто его не находит, что делать он не знает, общее понимание такое, что приехавшие, звучит это так в указе, что приехавшие из неблагополучных районов должны находиться две недели на самоизоляции. Что считать неблагополучными районами? На сегодняшний день это понимание стерто совсем. То есть неблагополучным стало практически все. Во всяком случае, в нашей Нижегородской области неблагополучны уже все районы. Мордовия уже тоже неблагополучна. Мы сами тоже неблагополучны. В общем, куда ни кинь, везде одно неблагополучие. Санкт-Петербург и область неблагополучна. Москва, Московская область неблагополучна. Не осталось ни одного благополучного субъекта. При этом люди, приезжающие из маленьких населенных пунктов, опять же, вот так же, как я рассказывала про нашу округу, если у них там не поставлен никому диагноз, считают, значит, что они из благополучного района приехали. Вот если мы на это будем ориентироваться, то у нас вообще никто никуда не выйдет. Значит, нужно понять тогда, что считается контактом, куда выезжал человек, как он выезжал, какие он меры профилактики проводил, для чего он это делал. Поэтому, если мы говорим о выходе на работу, эти вопросы решаются с работодателем. И мы каждый день вот в режиме онлайн с работодателями без конца это обсуждаем. И говорим, да, вот этого Петрова нужно оставить две недели, а вот этого Васечкина спокойно на работу отправляйте. И каждый раз вот это все обговариваем. Если человек ехал в командировку, то все вопросы решаются до командировки. До командировки все определяется, как он там будет себя вести, приехав оттуда, что он сделает, возьмем, не возьмем на анализ, высадят его, не высадят. Это все определяется. Если он приехал иногородний к нам в командировку, тоже все заранее вопросы определены, и у нас, кстати, сейчас есть такие командировочные, которые, приехав сюда, сделали анализ, здесь у них обнаружен коронавирус, и здесь они у нас лечатся, хотя бы в нашу статистику не вошли. И такие тоже есть. Значит, с этими тоже все решено. А вот все остальные, работая, например, педагогом, специалист какой-то, резко, срочно заболела родственница в Москве. Не просто заболела, а так, что нужно прямо вот все бросать и бежать, помощь оказывать, потому что абсолютно некому как-то налаживать ее там лечение, быт, что-то нужно срочно делать, некому это сделать. Человек уезжает. Уезжает сам, в командировку его не отправили, то есть работодатель за это не отвечает. Уехал в Москву. Москва – неблагополучный район. Значит, что нужно потом сделать? Мы говорим, да, на работу ты сейчас не выходишь, больничный тебе никто не дает, вынужденного простоя у тебя нет, потому что ты сам виноват, что уехал туда. Но есть возможность, допустим, взять тебе анализ, платный или бесплатный, в зависимости от того, где был, что, почему он туда поехал. Анализ сделали, анализ отрицательный, значит, выходит на работу. И вот так вот в каждом конкретном случае. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки нам звонили по поводу этих случаев не каждый человек, а все-таки работодатели, потому что с ним, с работодателем, я имею в виду, у нас уже есть общее понимание, и нам не нужно разжевывать каждый раз одни и те же вопросы. Поэтому, если вы при этом не работаете, то, значит, просто приезжайте, старайтесь меньше общаться, старайтесь наблюдать за собой, ну и вне зависимости от того, кто откуда приехал, если вы приезжаете и у вас признаки острого респираторного заболевания, то в любом случае вызывайте врача на дом, и в любом случае тогда врачи и мы вместе с ними в спорных случаях решаем вопрос, нужно ли проводить анализ. Кстати, алгоритм взятия анализов опять у контактных и у больных изменился. Но это к медикам. Они это все делают, а мы с вами этот вопрос решим. Поэтому, вот я хочу сказать, что все, кто приезжает из других регионов, общая позиция такая, что нужно сообщить на телефон 97777, в течение суток нужно ждать, ну и если работаете, то еще к работодателю. А дальше мы все вопросы оговорим. Если у нас будет какое-то подозрение, значит, возьмем анализ. Если подозрения нет, но есть необходимость после этого региона сидеть две недели, значит, человек две недели дома сидит. Но при этом спрашивают, а вот я приезжаю, я должен быть две недели на самоизоляции, а могу я эти две недели провести на даче? Да, у нас самоизоляция на даче разрешена. Но только опять на даче, а не в деревне у родственников, не с шашлыками с соседями, и не у своих близких, родных, знакомых, тем более, если они из групп Риска. И последний у меня вопрос для сегодняшнего обсуждения остался, это по поводу реконвалисцентов. У нас в стране создается банк плазмы крови реконвалисцентов для того, чтобы те люди, кто переболел и после болезни имеют высокий титр, то есть высокое содержание, по-русски говоря, антител к этому вирусу, чтобы их плазму крови брать и использовать для лечения тяжелых больных. Это, конечно, не для легких форм, это для лечения тяжелых. Вот для этого у нас в том числе и действуют анализы на антитела. Кстати, у нас в городе начали делать анализы на антитела, считают, что это показатель для того, что они могут или не могут выходить на работу. Значит, еще раз хочу сказать, что это совершенно о другом и для других управленческих решений. Первое, значит, уровень антител, количество вот этих антител, это для того, чтобы определить, кто может сдать вот в этот банк плазму свою кровь для лечения. И с ними работают медики. И по всем этим вопросам лучше обращаться к медикам, и они нам с вами потом расскажут, каким образом эта работа проведена, и кто уже сдал, и как это сделано. А второй момент, это просто для того, чтобы понять, а сколько же все-таки человек у нас уже на самом деле переболело, и у скольки же человек все-таки есть иммунитет прямой, или перекрестный, еще ли какой, который дает нам это понимание. Вот пока все анализы, которые уже проведены, их достаточно много уже проведено, говорят о том, что на самом деле мы хорошо сдержали заболеваемость, на самом деле все максимально учитывали, и у нас крайне мало лиц, имеющих иммунитет. Просто вот крайне мало. Поэтому если сейчас резко снять все ограничительные мероприятия, то заболевание будет расти. При этом мы с вами, конечно же, понимаем, что всю жизнь на карантине мы тоже с вами сидеть не будем. Поэтому вот всю эту методологию, как выходить, какие мероприятия разрешать, какие не разрешать, в каком порядке выходить на работу, не выходить, кого куда посылать, и кого и как лечить, и что в статистику вводить, это все у нас Минздрав и оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 решает. И регионам дает те или иные полномочия. На сегодняшний день мы с вами в соответствии с решениями этих штабов находимся на первом этапе снятия ограничений. И я вас очень призываю к тому, чтобы соблюдать все эти правила, чтобы мы со временем могли перейти на второй. Желаю вам всего доброго. До встречи в понедельник. Хороших выходных.